Какие у тебя ощущения при употреблении животных продуктов? Временно, как я понимаю. У меня чувство вины какой-то, что я делаю шаг назад, а не вперед по эволюции. Ну, здесь такой момент. Как таково чувство вины? Я бы не сказал, что есть. Есть ощущение, что это продукт не совсем правильный, что я поступаю не совсем правильно, но есть нюанс в том, что данный продукт, допустим, это могут быть куриные яйца или творог или сливочное масло или, допустим, это рыбий жир, является поставщиком элементов веществ, в которых я сейчас на данный момент испытываю дефицит. И дефицит этих веществ приводит к тому, что у меня плохое самочувствие, плохое состояние, и я не могу выполнять важную работу. То есть и тут есть вопрос. Либо вот эта ложная скромность определенная, либо выполнение важной работы. Вот эта важная работа заключается в той же самой физической нагрузке, заключается там в изучении чего-то, в помощи людям. То есть и тут нужно искать баланс. Прежде всего, вот прежде всего, это то, что ты делаешь в миру. То есть какую пользу ты приносишь миру. И если для того, чтобы принести большое количество пользы, на данном этапе тебе нужно подпитаться чем-нибудь животным, ну, чем-то чуть-чуть неэтичным, не потому, что ты это хочешь есть, а потому что, как сказать, ты раньше этому не научился. Ну, хорошо, этот вред, который ты приносишь через животную пищу, ты компенсируешь через социум, через пользу, пользу миру, которую ты приносишь. То есть вот если этот баланс положительный, ты много приносишь пользы, ну, да, чуть-чуть кушаешь животных продуктов. Это не является какой-то... особой проблемой. Просто нужно стремиться потихоньку переходить. То есть, ну, становится лучшее совершение. Это именно налаживать процессы, которые есть внутри тела, перестраивать его, постепенно пользуясь всем тем, что, ну, доступно. Мир, скажем так, Вселенная дал нам этот мир для того, чтобы мы из того, что есть, сделали что-то нечто лучшее на основании того, что есть. Поэтому не нужно испытывать какое-то чувство вины по поводу, что это шаг по эволюции. Нет, просто продолжайте кушать растительную пищу, то есть, ну, как бы сыроедить, расширять сыроедный рацион. Но если чувствуете какой-то дефицит, ну, подпитайтесь, запитайтесь. Это же временно, вы же понимаете, что когда организм наберет силы, вы сможете от этого отказаться. Но не нужно себя истязать. Вот прямо в негативную. Нужно себя тренировать, но чтобы эта тренировка не переходила в истязание. Потому что истязание или мученичество – это... Ну, вы убиваете Бога внутри себя. Не нужно этого делать. Без фанатизма поспокойнее, помягче для своего тела, организма. Ну, не уходя, конечно, в режим «я лежу на диване, мне хорошо», а все-таки тренировка, но не истязание. Вот. У меня такое совет. Субтитры создавал DimaTorzok